Движение. То есть они в этой позиции двигаются. А кто мне может сказать, что эта позиция для этого человека делает? Замедляет, потому что он стоит на протяжке. Ну, я стояла на ступнях, но в принципе замедляет, это подходит прям точно, да. Что еще? Вот человек вот так вот двигается. Может чуть быстрее двигаться. Переудомление. Переудомление, да. А дальше? Передставлять и дальше. Что? Всегда есть ход и событий дальше. Его подбивают. Ну, а я сразу, да. Его подбивают. Его подбивают, да. При ударе будет сложнее его много защититься. Скорости не хватит, чтобы защититься. Может выменять за этот центр тяжести, и человек может и наклоняться, и велодопрекцию подбивают. Хорошо, а что вы думаете? Молодцы. Из этой позиции легче контрапевать. Еще. И мы следующим старшим. Вот, давай покажем эту позицию. Ну, ходим, прыгаем, двигаться. Даже ногами можно двигаться. Да. Это основа. То есть, мы же с вами бойцы, и наша задача с вами, ну, если мы хотим выиграть, атаковать. А из этой позиции мы постоянно снисляем все наши мышцы, и нам надо двигаться. Мы менее мобильные. То есть, если мы двигаемся на более полутогнутых, вариант, мы можем много делать. А если мы вот в такой позиции, можем сложно все это делать. Вот. И еще один момент, ну, это больше касается маленьких ребят. Вот я заметила, что когда вы очень хотите выиграть, он тебя подниму. То есть, вы делаете вот таким образом. То есть, вы дыритесь и такой. Что вам, расскажите, вот, как вы... При прыжках можно напереться на колено. Не бойся. Накрывается печень, потому что... И печень тоже. Ну, бывает, человек может отойти и просто упасть. Ну, как вариант. Еще один? Ну, вот как-то, видите, малыш, вы прыгаете, можно отвечать на ноги, и вы упадете. Да. Ну, практически отвечают одни и те же. Кто хочет еще добавить в свои, да. Когда ты прыгаешь, если не даете живот, то ты можешь упасть. Ну, да, получается, смотрите, во-первых, когда человек, прыгает, он что, он раскрывается, у него нет опорной какой-то стойки. Если он успевает, то я прыгаю, а то я вверху, то я прыгаю, и все, он не пробит. Потому что мышца моя была в воздухе, она не была зафиксирована, она была растянута. И любой, даже его удар, он как раз, пробил мне ножку, представляете? Так что, основа эта позиция. Старайтесь вот даже вы, потому что нужно сначала, пока вы маленький, закрепляйте позицию стойки. Когда вы становитесь больше, вы добавляете определенную технику. Тогда это все нарастает, нарастает, нарастает. Так что есть возможность сегодня справиться. Пожалуйста, слушайте все внимательно, то, что я говорю, и запоминайте. Возможно, это вам поможет стать каким-то суперчемпионом. Сейчас у нас будет другая работа. Кто хочет поучаствовать в работе? Я. А мы ставим твою позицию. А ты берешься через плечо, я вот, куда-то, а я тебе, куда-то. Смотрите, мы с ним будем двигаться, просто я, теперь ты ко мне. И в любой момент, либо я, либо ты, уходим и успеваем дистанцию. Опять. Трибимся. Там, там, там. Оп. Молодец, держал. То есть, специфика прочувствовать. То есть, мы когда держим плечо, это просто такое подводящее упражнение. Мы ощущаем, что вот уходим, уходим, уходим. И тут ощущение того, что если человек проваливается и уходит, там, чем угодно, там, спиной, ногами, назад, а не телом, тогда безопасность наша ходится к нулю. То есть, наша задача просто почувствовать, ты, например, уходишь. И вот, и вот, и вот. Да. И моя задача подойти, но лицо, 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 вперед. Всем понятно? О, точно. О, точно. Давайте, выбираем пару след. О, я слышу, что я буду.